Хои Хао главный герой второй части Боевого Континента, а также будущий муж Танутун, дочери Тансана. У него на удивление три духа, неплохие такие кольца в миллион и сотни тысяч лет. Его учителем будет Некромант Электролюкс. Все вместе это дает отличные шансы, что Хои Хао достигнет сотого ранга и станет богом, как Тан Сан и монстры Шрека в первой части. Но многим интересно, каким именно богом станет Хои Хао, насколько он будет силен. А самое интересное, какого уровня богом он будет. Как уже известно из названия видеоролика, Хои Хао занял положение бога эмоций. Это один из 18 главных богов, богов первого уровня, первоначального божественного царства. Он контролирует 7 эмоций и 6 желаний. Первоначально бог эмоций – это бог первого класса. До того, как Хои Хао он исследовал божественность. У него есть способность контролировать множество эмоций. Счастье, гнев, печаль, блаженство, любовь, зло и ненависть. Из-за того, как сила эмоций переплетается со способностями богини добра и бога зла, бог эмоций был сильнее, чем средний бог первого класса, когда он был на этом уровне. Другими словами, это божественное положение довольно мощное. Когда Рон Нянь Бин был богом эмоций, его 7 псевдо-супер-божественных орудий символизировали 7 эмоций. Для Хои Хао их представляют 7 духовных душ. Да, повар льда и огня, Рон Нянь Бин – это бог эмоций в первом поколении, а Хои Хао – бог эмоций во втором поколении. Он исследовал божественность, Хои Хао имел силу бога первого класса. Однако позже, в части 3, 5 и 4, он поднялся до уровня короля. После войны богов, Хои Хао стал королем богом, и бог эмоций также был возведен на трон бога, став одним из королей богов в Великом Круге Богов. Многие спросят, есть ли Хои Хао бог-король, и Тансан бог-король, кто из них сильнее? Как мы знаем, одинаковый уровень не всегда значит равную силу. И у Тансана, и у Хои Хао есть свои сильные стороны и фишки. Тансан обладает убийственной тиранической силой асуры. Его аура всеподавляющая. Однако Хои Хао имеет самую мощную ментальную силу. Когда он был богом первого уровня, то использовал свою умственную силу, чтобы остановить навык 13 золотых алебард Тансана, неопределённый шторм, и разрушительную силу бога разрушения. В битве богов он мгновенно подчинил себе 6 королей богов взрывом души. Фишка Хои Хао – это его духовные глаза, с несравненной ментальной и умственной силой. Итак, Хои Хао унаследовал положение бога эмоций, благодаря своему упорному труду и многочисленным неудачам. Некоторые считают, что для Хои Хао лучше подходят другие позиции бога. Если посмотрите на второй боевой дух Хои Хао, это ледяная нефритовая императрица Скорпиона с величайшим атрибутом льда. Этот боевой дух был получен от зверя 400 тысяч лет, занимавшего второе место среди трёх великих королей Крайнего Севера. Как высшая ледяная боевая душа, она значительно улучшила боевую эффективность Хои Хао. После слияния с душой снежной императрицы, вторая боевая душа Хои Хао снова развилась и стала совершенным льдом и снегом, самой низкой температурой, которую можно достичь, также близок к абсолютному нулю. Даже богам трудно достичь такой низкой температуры, поэтому некоторые фанаты считают, что Хои Хао заслуживает звания ледяного бога. А ещё Хои Хао при некоторых обстоятельствах мог бы получить положение асуры, потому что Тан Сан хотел передать свой пост другому. Однако Рон Янь Бин, прежний бог эмоций, конечно же был заинтересован в том, чтобы Хои Хао унаследовал его трон бога. Бог эмоций – это бог, который контролирует 7 эмоций и 6 желаний. Эти эмоции будут помощью Хои Хао, так как его собственные эмоции должны быть самыми сильными. И это подтверждает особый навык Хои Хао. Этот навык может объединить дух и энергию Хои Хао, объединяя его духовную силу с силой его души. Этот навык содержит в себе мощную эмоциональную силу, заимствованную из души Хои Хао, а ледотворяющую его глубокую любовь Тану Тун. В будущих видео мы рассмотрим это подробнее. Какой можно сделать вывод? Хои Хао станет очень могущественным королём богом и займёт место в великом круге богов. Он и правда достоин быть мужем Тану Тун. С ним Тан Сан точно не будет беспокоиться о безопасности своей дочери. А вот подходит ли ему положение бога эмоций, это уже другой вопрос. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!